Доказать, что если последняя цифра в десятичной записи числа m равно 5, то вот эта сумма делится на 1991. Ну, во-первых... Еще раз, что нам дано? Последняя цифра... Последняя цифра числа m это 5. Вот и напишите вверху, m сравнимо с 5 по модулю 10. Сравнимо с 5 по модулю 10. Последняя цифра это пятерка. Да, и что нужно доказать, что это делится на... Эта сумма делится на 1991. Ну, тоже, напишите, пожалуйста. Вот не равно, а просто три точки, что делится. Да, вместо на крайне, тогда символ делимости. Делится на 1991. Эта сумма раскладывается на множестве. Ну, это просто проверяется. 3х4 12, там 3х4 9, да, нормально. Пусть m это 5 умножить на 2k плюс 1. Если у нас есть какое-то а в степени 2k плюс 1 плюс b в степени 2k плюс 1, то оно раскладывается на множестве. Делится на а плюс b. Да, делится на а плюс b. А плюс b. Ну да, это школьная формула, давайте не будем ее сейчас вспоминать. В общем, кто хочет, посмотрите в учебнике. Значит, эта скобка делится на 7. Нет, она делится на 3х5 плюс 4х5, потому что у нас m вот такое. Даже на 3х5 плюс 4х5 делится, да. А 3х5 плюс 4х5 это 7х181. Ну, я готов вам поверить дальше. Теперь. Кстати, могу и посчитать. 3х4 это 81, 3х5 это 243, 4х5 это 1024, 1024 и 243 это 1267. Правильно? Да. А 7 умножить на 181 это 1267? Да, согласен. Ну и 3х5 плюс 2х5 это 5 в квадрате умножить на 11. 3х5 плюс 4х5 это 7 умножить на 181. А 3х5 плюс 2х5 это 5 в квадрате на 11. 181 на 11 это 1991. Значит, вся сумма делится на 1921. Все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.